Добрый день! На предыдущих занятиях мы говорили о глаголе to be, его формах в настоящем, прошедшем и будущем временах. А сегодня снова вернемся к не менее популярному, чем to be, глаголу to have. Вы помните, что его основное значение – иметь, владеть, обладать. I have a big house – у меня есть большой дом. Или he has a car – у него есть машина. Ранее мы говорили о глаголе to have в настоящем и прошедшем временах, где в настоящем мы различали две его формы – have и has. А вот в прошедшем времени сложности с глаголом to have было меньше, так как его форма была единая для всех лиц – had. I had a big house last year – у меня был большой дом в прошлом году. Сегодня же мы поговорим о глаголе to have, но уже в будущем времени, и научимся говорить, например, «у меня будет большой дом в следующем году» или «у него будет машина, когда он вырастет». Теперь вернемся к нашей таблице, где видим, что все местоимения собраны в одну группу, что подразумевает одну форму глагола to have для всех лиц и чисел, как для утверждений, так и для отрицаний в будущем времени. И в этом вся простота и удобство работы с глаголом to have. И не забываем об указателях времени, которые относят действия к будущему. Tomorrow – завтра. Next week – на следующей неделе. И можно с next построить еще несколько выражений. Next year – в следующем году. Next weekend – на следующие выходные. Next Monday – в следующий понедельник. Next century – в следующем веке. И, например, еще выражение in two days – через два дня. И опять же in three years, например, через три года. In a month – через месяц. In two weeks – через две недели. И давайте теперь построим предложение по таблице сверху вниз. Выбираем, кто выполняет действие. Начнем с I – я. Дальше глагол to have, соответственно, его форма will have. Находите в таблице для утверждений в будущем. И заканчиваем предложение. I will have a white skirt next week – у меня будет белая юбка на следующей неделе. Или she – она. Дальше глагол to have, опять же его форма will have для будущего времени. И заканчиваем предложение. She will have some cheap leather in two days – у нее будет немного дешевой кожи через два дня. Или you will have a grey belt tomorrow – у тебя будет серый пояс завтра. Перейдем к отрицаниям. Выбираем, кто выполняет действие. Например, he – он. Дальше глагол to have, соответственно, его форма will not have для отрицательных предложений в будущем. И заканчиваем мысль. He will not have a yellow hat next month – у него не будет желтой шляпы в следующем месяце. И еще пример. They will not have a colorful footwear in a week – у них не будет красочной обуви через неделю. Не сложно, правда? И очень легко запомнить. Чуть сложнее работа со следующими словами – a, n, some, any, a lot of, much, many, которыми мы дополняли предложения. Что их объединяет, так это то, что они показывают количество. Либо какое-то, либо много. Так вот, иногда нам достаточно одного предмета. И тогда мы говорим a skirt, например, или a belt, a hat, an apron. То есть a или n показывают, что предмет один. И помните, что это не определенный артикль, который употребляется только с исчисляемыми существительными. Теми, которые мы можем посчитать. И только в единственном числе. Для того, чтобы сказать много, мы работаем с выражениями a lot of, much, many. С исчисляемыми предметами – это many. Например, many hats, many ties, many socks. Неисчисляемое – much. Much leather, much time, much ear. Например, he will not have much time next weekend. У него не будет много времени в следующие выходные. Следует также помнить, что в утверждениях правильнее использовать выражение a lot of вместо much или many. A lot of работает одинаково и с исчисляемыми, и с неисчисляемыми именами существительными. Например, my friend will have a lot of fashionable boots in a week. У моего друга будет много модных ботинок через неделю. Когда же мы говорим о каком-то количестве, не подразумевая ни один, ни много, а просто сколько-то, то в этом случае работает some или any одинаково с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Например, some leather, some dresses, some looks для утверждений, any же в отрицаниях. Например, they will not have any spare time next week. У них не будет свободного времени на следующей неделе. Еще немного практики и будет их использовать, не задумываясь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!